Приветствую вас, Елизавета. Я думаю, что ваш вопрос, он связан с тем, что у вас не клеится отношение с тем, кто вам нравится. Отсюда и старается у нас потребность понять, что это может означать, ну, то, что вы привели, то, что вы сказали. Вот, потому что, если бы у вас все было хорошо, то, ну, мне кажется, не было бы необходимости какой-то понимать, что это означает. Вот, ну и, исходя из этого, да, хочется как-то вот вас спросить о том, собственно, почему вы не скажете человеку, который вам нравится, о своей симпатии с ним. То есть, что вас останавливает, почему вы играете, ну, играете в эти игры, вот, по какой причине вы в эти игры играете, вот. То есть, ну, тратите, грубо говоря, время свое, его время, да, вот, и так далее. То есть, не подумайте, пожалуйста, чего плохого, я вас ни в коем случае не обвиняю, ни в чем. Ну, вот, просто, ну, вот, вы хотите понять, что это может означать, да, то есть, очевидно, что у вас есть как, ну, как сказать, очевидно, что у вас есть какое-то желание. То есть, вы хотите чего-то, вам хочется чего-то, у вас есть стремление, наверное, вот так правильно будет всего сказать, стремление к, ну, чему-то, да, стремление к, ну, какому-то, может быть, решению, может быть, стремление к какой-то развязке. Вот. То есть, вот такая ситуация, примерно, имеет место быть, на мой взгляд, на мой взгляд, и, соответственно, это нужно исследовать обязательно. То есть, обращать внимание нужно не на то, что могут означать его слова, которые могут означать, в принципе, только то, что они значат. Вот. Обращать внимание желательно на то, что стоит за этим, за своим, ну, за своими, обращать внимание нужно на свои чувства, на то, что вы хотите, на то, что вам нужно, и так далее. Вот. Мне кажется, что это один из ключевых аспектов, вот. Потому что, если вы разберетесь с этим, то вам не нужно будет спрашивать у психологов, что значит то или иное высказывание. Вы сами будете определять. То есть, как вы думаете, как вы думаете, что это значит? Исходя из того, что вы знаете человека, который вам нравится. Вот как вы думаете, что это могло означать? То есть, зачем вам, зачем вам, зачем вам мнение чужих людей, которые не знают ни вас, ни человека, который вам нравится. Не знают всего контекста, потому что вы не раскрыли эту ситуацию несколько глубоко. То есть, если хотя бы вы предысторию как будто своих отношений рассказали, было бы более понятно. Зачем вам мнение вот таких абсолютно посторонних людей без какой-либо информации? То есть, тут даже профессионального мнения, да, не привести просто потому что. Вот это, мне кажется, очень важный момент. И какую цель преследуете вы? А если кто-то даст вам ответ, который вам понравится, как это будет происходить дальше? То есть, вы в дальнейшем будете снова и снова просить этого человека расшифровать то или иное поведение? Ну, получается, что и отношения тогда выстраивать будете не вы, а кто-то другой за вас. Понимаете? То есть, ну, тут вот такой момент. Поэтому я предлагаю разобраться в своих чувствах, поисследовать, поисследовать свои чувства и, соответственно, уже вот где-то на основе этого можно будет что-то делать. То есть, где-то на основе этого уже можно будет увидеть какую-то стратегию, стратегию, вот, собственно, того, что можете сделать, допустим, вы, к примеру, сами. Ну, не ориентируясь, да, на, ну, на кого-то, а именно вот самостоятельно. Так что, вот так вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр!